Уважаемые друзья, меня зовут Суната Правшан-Диалилович, доктор медицинских наук, сосудистый хирург клиники Аквамидлайн. Здравствуйте, Суната Правшан-Диалилович. Здравствуйте. Поступали очень интересные вопросы от наших подписчиков. И вопрос. Подскажите, пожалуйста, отекает левая нога. Полежу немного, буквально 15 минут, отек уходит. Встану, появляется прямо на глазах. Очень интересный случай, но по рассказу похоже на заболевание вен. Поэтому этот пациенту требуется комплекс обследований. После этого мы установим диагноз, проведем ряд исследований. Я думаю, этому пациенту после этого мы поможем. Спасибо. Следующий вопрос. А телесообразно ли проводить скрининговое исследование для выявления синоза сонных артерий и анембризма брюшной ауты? Если да, в каком возрасте и с помощью каких диагностических методов? Благодарю. Заранее за ответ. Я думаю, этот вопрос задал, наверное, врач. Это очень на сегодняшний день актуальный вопрос. Европейские страны, в том числе Северная Америка, везде сейчас принято проводить скрининговую диагностику заболеваний барахоцефальных сосудов, то есть сонных позвоночных артерий, и для выявления анембризма брюшной аорты этим больным целесообразно проводить скрининговую диагностику, то есть проводить дуплексные сканирования сонных и брюшной аорты. Возраст по стандартам 50 лет и старше. Конечно, может быть исключение, когда у пациента мы выявляем ищемическую болезнь сердца, пациенту 40 лет, и этим пациентам обязательно показано дуплексное сканирование сонных артерий и брюшной аорты. Спасибо. И очень интересный следующий вопрос. Покраснение отек ног наблюдается примерно год. Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как это лечить? Ну, это может быть связано и с заболеванием вен, или заболеванием лимфовенозной системы. Поэтому этому пациенту необходимо обследование сосудистого хирурга и ревматолога. Спасибо. Следующий вопрос. У меня 20 лет назад проведена операция Минис. На фоне этого развивается варикоз. Каким методом нужно будет проводиться операция? Шрам большой. Ну, в данном случае то же самое. Нужно привести доскональное исследование сосудов. То есть, в первую очередь, это ультразвуковое исследование сосудов. После этого, при необходимости, мультиспиральную компьютерно-томографическую флебографию или ангиографию, после этого мы решим, какой метод лечения необходим этому пациенту. Спасибо. Реклама Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал. После этого падают корочки. Пациенты уже где-то после выписки через две недели могут купаться. Спать можно на этом боку где-то через месяц. Спасибо огромное за Ваши ответы. Есть у Вас какие-то предложения для наших пациентов? Что доктор может пожелать своим пациентам, чтобы они не болели, занимались физической культурой, правильно питались и жили долго-долго не болея. Спасибо. Спасибо Вам тоже.